Всем огромный привет! Я совсем недавно показывала свои поделочки из натуральных камней. И размещая и общаясь с заинтересованными вконтакте, в сообщениях, вдруг я получила запрос на маячки совершенно неожиданно. Меня спросили, а есть ли у меня новые маячки? Я подумала, и правда, что-то давно у меня не было маячков. И вот этим я занималась вчера целый день. Ваяла маячки, что-то придумывала. Сейчас я вам покажу. Но прежде чем я продемонстрирую те маячки, которые у меня получились за вчера, я хочу показать еще один амулет оберег. Пытаюсь исправиться. Я знаю, что правильно сделать ударение оберег, но так и тянет сказать оберег, как обычно мы это делаем. Так вот, у меня еще один амулет получился из лунного камня. Я его совсем забыла вам показать. Покажу, может быть, просто кому-то будет интересно. Тоже я повесила достаточно большой камешек. У него интересная структура. Вот сейчас, к сожалению, не могу поймать свет, но у него свечение присутствует. Я покупала как-то ниточку, вот, наверное, вот здесь видно, ниточку лунных камней. И для амулетов я выбираю, конечно, лучшие камни. Те камни, у которых хорошее свечение, те камни, которые и обработаны получше. Вот кажется, как будто он весь растрескавшийся. На самом деле, это все внутренняя структура самого камня. Камень на ощупь гладенький. Здесь нет трещин, нет каких-то углублений. Он хорошо отполирован. А вот эти слои, которые и сверкают на солнце, да вообще на каком-то освещении, это вот как раз его структура, такая, у камня, позволяет именно так переливаться. Здесь для этого амулета я выбрала фурнитуру под медь. Мне кажется, здесь она хорошо смотрится. Цепочка на 60 сантиметров и сам камушек. Можно вполне его носить как амулет. Пока будете смотреть на этот камушек, я хочу вам некоторую информацию прочитать. Из книжечки Светланы Гураль про этот камень. Вообще считается, а лунный камень считается и достаточно длительное время, считается камнем, который помогает предсказываниям. Он служит предсказателем. И даже древние оракулы. Для того, чтобы их предсказания были поточнее, в полнолуние клали лунный камень под язык. Представляете? Также существует поверье, что если положить его под подушку, то можно увидеть вещи сон. Пытаюсь поймать освещение, чтобы показать, как он все-таки переливается. У него очень хороший такой перелив натурального лунного камня. Лунный камень наделяет своего обладателя даром красноречия и убеждения. Поэтому перстень с этим камнем надевают перед публичными выступлениями. Этот сильный оберег для людей взрывного темперамента. Носимый на безымянном пальце, он помогает достичь эмоционального единения с другими людьми. Литотерапевты уверяют, что лунный камень помогает при почечной колике, депрессиях, хронической желтухе. Также он снимает стресс и чувство страха. Особенно полезен женщинам, так как создает физическое, гормональное и эмоциональное равновесие. По мнению целителей, этот камень успокаивает вспышки неконтролируемого гнева и агрессии и нормализует сон. Так что если есть проблемы какие-то со сном, то можно попробовать поносить вот такой амулет из лунного камня. И есть большая вероятность, что он может вам помочь. Если вас заинтересовал такой амулет, вы всегда можете найти у меня в альбоме «Мои рукоделки». И заказать себе такой же. Ну а теперь давайте я покажу вам те маячки, которые у меня получили за вчера. Первая парочка маячков это, как я назвала, феечный чай. Чай у феи. Люблю, когда вот так вот маячки какие-то многоэтажные, что-то на них навешано. В розовых оттенках у меня получился маячок для ножниц. Но так как здесь в этой керамической бусине сверху есть, кроме розового цветочка, еще какие-то блики голубого и зеленого, то я добавила еще зеленый листочек и голубой колокольчик снизу, для того, чтобы поддержать эти цвета в бусине. И, как вы видите, здесь опять я использовала волшебную палочку. Палочку феи для того, чтобы все желания ваши сбывались. Здесь же в сердечке есть бусинка вот этого тонированного гавлита розовенькая. Далее такая сверкающая, это стеклянная бусинка. И внизу, конечно, чайник с колокольчиками. Чай у феи. Маячок на нить вдеватель, он должен быть покороче, как я себе это представляю. И вот с такой прозрачной, красивой бусиной, граненой. Обожаю эти бусины, они прям какие-то очень притягательные лично на мой вкус. И здесь, чтобы объединить с предыдущим маячком, я добавила такую же бусину, также оформленную стеклянную бусину. Ну и листочек. У меня есть вот такие вот бусины. И мне все время хотелось посмотреть, какие же маячки выйдут из таких бусин, достаточно крупных. И сейчас я вам покажу, что у меня получилось. Вначале у меня получился вот такой маячок, парочка маячков. Вот один с такой крупной бусиной, стеклянной крупной бусиной на ножницы с длинным перышком. В бронзовых оттенках и на нити вдеватель чуть поменьше. Здесь на нити вдевателя присутствует бусина агата. Сверху, вот вы видите, такая граненая и отливающая. А внизу вот эти бусинки, это стеклянные такие бусины с эффектом кошачьего глаза. Здесь они темные. Мне понравился именно темный оттенок, так как очень напоминает, ну, что-то загадочное, магическое, таинственное. Я люблю такие вещи. Наверное, поэтому я вполне лояльно отношусь к Хэллоуину. Вот, и такой несколько Хэллоуиновский комплект у меня и вышел. И второй, фактически такой же, но только бусины с эффектом кошачьего глаза немножечко другие, повеселее. Чтобы не совсем уж было все мрачно, все печально. Я решила, что нужно еще какой-то комплект, который будет с оптимистичным настроением. И вот эти переливчатые бусины кошачьего глаза, они, конечно, создают здесь оптимизм. На мой взгляд, мне так кажется, что оптимизма они добавляют. И еще три комплектика у меня получилось после того, как я увидела у себя подвесочки на новогоднюю тематику. И подумала, что к Новому году тоже можно создать какие-то тематические маячки. Но так как Новый год совсем скоро, не успеешь оглянуться, уже нужно что-то будет подбирать и в подарок. Возможно, какие-то вышивки милые делать. Да уже давно пора. Это я все в конце поезда бегу. Но не буду долго рассусоливать эту тему. Покажу просто маячки, которые у меня получились. Вот такие необычные, на мой взгляд, необычные маячки. Здесь нет снежинок, здесь нет каких-то новогодних красно-зеленых оттенков. Мне именно понравилась лаконичность этих маячков. Здесь Новый год напоминает, кроме подвесочек в бронзовой фурнитуре, еще и золотистые бусинки. Само свечение разное бусин кошачьего глаза. И вот эта крупная бусина, которая похожа на диско-шар. Я так себе это представила, как новогодний какой-то бал, новогодние танцы. Если хотите, новогоднюю дискотеку. Значит, вот этот комплект у меня получился. Второй комплект вот такой. Здесь те же бусины. Чуть-чуть, может быть, другие подвесочки. Подвесочки я беру двусторонние. Мне очень нравится, с какой стороны не повернешь. Они будут давать либо тот же рисунок, либо у них будет лицо и изнанка. В данном случае на варежках, например, с одной стороны видны бантики. То есть они вот так вот подвязаны, а с другой стороны как будто это тыльная сторона варежек. Ну и бусина. Немножечко она розоватая кажется, сиреневатая-розоватая на камере. Она на самом деле такая и есть, и мне чем-то напоминает холодную зиму. И последний комплект. Здесь уже вы увидите голубые оттенки, что характерно для зимы, конечно. И такой сумасшедший шар, диско-шар. Голубой с золотом. Из подвесочек появился олень. Он покрупнее, поэтому пошел на маячок для ножниц. И колокольчики на маленький маячок. Вот такие варианты у меня выдались в этот раз. Когда мне самой нравятся маячки, то я понимаю, что они мне удались. Вот эти мне действительно нравятся. И если вам понравились мои маячки, то я опять же вас приглашаю в ту же группу Мои Рукоделки. Вернее, это в альбом в группе ВКонтакте Мои Рукоделки. И если вы закажете два комплекта сразу, то вам в подарок я положу магнитик. Посмотрите, какие магнитики у меня получились. Тоже несколько на зимнюю тему. На такой деревянной основе пуговичка, как будто снег идет. Второй магнитик такого же качества, но здесь симпатичная девочка. В шапочке лисички, что ли. Ну или какой-то белочке. Или вы посмотрите, какие магниты у меня еще вышли. Вот такие два мелких магнита для маленьких процессов. Потому что если вышиваешь на маленьких пальцах, иногда очень тяжело найти место для крупного магнита. Он занимает большое пространство, а ведь там нужно вышивать крестики. И мне показалось, что такие маленькие магниты могут выручить в этой ситуации. Сюда можно припарковать иголочку. Да, собственно говоря, и схему, небольшую схему они должны удержать. Здесь, конечно, магнитик по диаметру такой же, как сама эта пуговка. А вот сзади магнит большой, неодимовый. Поэтому я думаю, что схему тоже удержит. Посмотрите, насколько они меньше вот этих, вот такого размерчика. Значит, еще раз напоминаю, что если вы заказываете два комплекта сразу, то магнитик в подарок. И на выбор. То есть из тех, которые останутся к тому моменту. Это правило будет распространяться не только на новые магниты, но и на те, которые у меня сейчас находятся в альбоме моей рукоделки. К сожалению, фотографии я все еще учусь делать. Я постараюсь сделать фотографии как можно быстрее. Но так как солнце у меня бывает не так уж и часто, я думаю, что фотографии появятся уже после выходных. Попробую взять их на природу. И если будет солнце, то пофотографирую именно там. А вам огромное спасибо, что заглянули сегодня ко мне на канал, посмотрели мои рукоделки. Я буду рада, если вам что-то понравилось. И даже если напишите какое-то доброе слово в комментариях, я буду дважды рада. А всем желаю прекрасного вышивального и рукодельного настроения. И, конечно же, до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok